Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот она моя красавица какая. Откровение 22 глава 1-2 стих. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Ангца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Толкование. Это введение реки воды жизни, схожее с древними пророчествами святых пророков Иоиля, Иезекииля и Захарии. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господне выйдет источник, и будет напаять долину Ситтим, пишет пророк Иоиль. Захария, 14 глава, 7-8 стих. Некогда, когда Бог сотворил человека, из Эдема выходила река для орошения рая. Бытие 2 глава, 10 стих. Эдем – место особого пребывания Бога с людьми. Изгнанный из рая, падший человек, решился и вот той реки. Ему стали доступны только четыре потока, пришедшие от той реки. Бытие 2 глава, 10-14 стих. Но вот крест Христов соединяет четыре конца вселенной, и от него, как некогда от древа жизни посреди рая, истекает новая река воды, живой. Нынешняя церковь – это и есть новый Эдем. Чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога Иоаннца, есть Дух Святой. Третья ипостась Пресвятой Троицы. Рекой воды жизни, Дух Святой именуется самим Спасителем. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого умели принять верующие в Него. Иван Глятьяна, 7 глава, 37-39 стих. С водой жизни сравнивается Дух Святой, когда говорится о Его излиянии, ибо изливать можно воду и вообще жидкость. Излию от Духа Моего на всякую плоть. Иоиль, 2 глава, 28-29 стих. Дар Святаго Духа излился и на язычников, Деяния, 10 глава, 45 стих. Сравнивая Духа Святого с водой жизни, святой апостол Павел пишет, что все напоены одним Духом. 1 Коринфяна, 12 глава, 13 стих. Об этих водах Духа Святого пел еще в древности святой Давид. Господь водит меня к водам тихим. Псалом 22, 2 стих. Иоанн в Апокалипсисе видел, что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. Откровение, 7 глава, 17 стих. И вообще существует таинственная антологическая связь Духа Святого и видимой стихии вод. Только в воде рождается всякая земная жизнь. Так и в животворящем Духе рождается жизнь вечная. Еще при сотворении мира Дух Божий носился над водою. Бытие 1 глава, 2 стих. Водою все очищается, омывается и животворится. Так и в христианской церкви освящается вода для освящения всего и духовного, телесного, благодати Духа Святого. И само возрождение для вечной жизни совершается в водном крещении, в рождении от воды и Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Эта чистая вода, животворящая и светлая, как кристалл, струится в Новом Иерусалиме, исходящая от престола Бога и Ангца. Об этом так пишет Андрей Кисарийский. Чистая река воды жизни сейчас в церкви есть в крещении возрождения, омываемые в ней, в нем, Духом Святым, соделываются чище снега и кристалла. В Вышнем Иерусалиме эта река есть, исходящая от Бога Отца, животворящий Дух, который через ангела и через высочайшие, именуемые престолами Божества, силой напояет Святой Город. Чистота, жизнь и светлое характеризуют реку жизни, Духа Святого. В благодатных струях Духа всякая душа очищается, животворяется и просветляется светом неба. Приди, жаждущий, и пей воду жизни. В Ветхом Завете людям открылся Бог Отец. Сына Божия Мессию только ждали, не имея о нем полного видения. Духа же Святого разумели в основном только как Духа Отца. В Ветхом Завете знали единого Бога, единого Бога. Троицу же смутно и гадательно прозревали пророки. В Новом Завете миру открылся Сын Божий и центром как богословия, так и молитвенной духовной жизни является Сын, вторая ипостась Троицы. В Новом Завете раскрывается миру вся единосущная и нераздельная Троица. Не только воплощается Сын, но и изливается Дух Святой. Но если раскрыта вся Троица, в Ее единосущей и Трии ипостасности, то все-таки ипостась Духа Святого остается еще в тени. Нам более открыта благодать Духа Святого, чем Его ипостась. Когда же завершится откровение Нового Завета Вторым Пришествием Христовым, завершится откровение Сына Его видимым пришествием для всех, и из сторону будет грех, тогда наступит, если дозволительно так выразиться, Третий Завет Бога с людьми. Тогда во всей полноте равно раскроются все три ипостаси. Ныне есть баня возрождения и обновления Святым Духом. В крещении для каждого человека. Титут 3 глава 5 стих. Когда же придет Сын Человеческий и совершит суд в огненной реке крещением огнем, то потом от престола Бога Иоаннца и зальется река воды жизни Духа Святого крещением Духом и будет баня возрождения и обновления Святым Духом всего мира. Так в последний день Христос совершит крещение огнем и Духом всей Вселенной. Смотрите, Матфея 3 глава 11 стих. Ей гляди Господи и Дух истины. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки. Мы заключаем, что исходящая от престола река воды жизни текла посреди золотой улицы города. Смотрите Откровение 21 глава 21 стих. Напояя его жителей. Город это церковь ныне. Это пакет церковь вечности. То, что река воды жизни течет посреди улицы города означает, что Дух Святой внутренне присущ церкви является ею внутренним и сокровенным. Сокровище благих всегда именует его церковь своей молитвой Царю Небесной. Дух Святой это жизнь церкви. По словам святого Иерине Леонского, где церковь там и Дух Святой и где Дух Божий там церковь и всякая благодать. Входя апостольскими вратами в город церковь, каждый обретает возможность припасть к этой дивной реке. В этом граде все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Текущим по его улице Как некогда ангел в видение вводил пророка из Акииля все глубже и глубже в живительную воду реки текущей от храма сначала по лодыжку потом по колено потом по поясницу а потом должен был оторваться от земли и плыть в потоке. Так и ты душа ступай по этой золотой улице города церкви входи все глубже и глубже в поток божественной благодати Духа Святого пока не оторвешь от земли и целиком не окунешься вся в эти благодатные воды и будешь уже не по воде ступать но плыть в потоке именно этого достигали святые об этом возверну и ты Эфесянам 5 глава 18 стих Но всегда помни река течет по улице города Дух Святой подается в церкви У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева добавляющие пищу доставляющие пищу листья их не будут увядать и плоды на них не будут истощаться каждый месяц будут созревать новые потому что вода для них течет из светилища плоды будут уподобляться в пищу а листья на врачевание Изакиль 47 глава 12 стих по ту и другую по ту и по другую сторону реки древо жизни эти слова можно понимать двояко либо надо действительно понимать как одно дерево по ту и по другую сторону реки и тогда мы снова сталкиваемся со сверхразумностью ибо разум не может ни помыслить ни представить такое это вроде тайны троицы где одно равно трем или тайны боговоплощения где один и тот же и бог и человек будучи в одном лице Христос одновременно и вездесущий бог и находящийся в определенном месте земли человек воистину древо жизни по ту и по другую сторону можно вообще сказать что всякий догмат представляется нашим разумом антиномичным как синтез тезиса и антезиса как древо жизни по ту и по другую сторону можно разуметь и так что по обеим берегам реки вдоль золотой улицы города будут расти многие дерева так понимать можно на основании пророчества изыкииля у потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева изыкииль 47 глава 12 стих в таком случае выражение древа жизни употреблено в родовом смысле как мы иногда говорим вдоль той реки растет береза разуме не одно дерево а много дерев этого рода как некогда в раю в Эдеме так и в вечности в новом Мерсалиме будет насаждено древо жизни о том что есть это древо и что значит вкушение от него смотрите толкование откровение 2 глава 7 стих древо жизни это древо креста жизнь это Христос Иван Гриот Яна 14 глава 6 стих плоды древа пречистая плоть Бога человека если во 2 главе откровения в 7 стихе было подробно разъяснено вкушение от этого древа в земной церкви то теперь мы видим что в вечность придет это таинственное вкушение древо древо жизни таинственно и неизъяснимо величественно и благодатно проходит через Эдем церковь земную и вечность через это древо реально и истинно тварь соединяется с творцом время с вечностью земля с небом корни древа в земле крона возносится к небу от плодов его жизнь ежемесячное плодоношение древа означает обилие божественной благодати и непрерывность богообщения людей через таинственное вкушение этих плодов там не будет греховной зимы прекращающей благодатную жизнь там не будет духовного голода число 12 означает как непрерывность ежемесячно круглый год так и число апостолов благодатные плоды древа жизни подаются в церкви через апостольскую проповедь и священодействие церковь апостольская не только в этом веке но и в будущем это мы видим и в 12 основаниях в 12 именах в 12 вратах города и в 12 тиричном плодоношении древа жизни блажены алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся Матфея 5 глава 6 стих насытятся от древа жизни как на земле плоды древа служат для насыщения а листья для врачевания так будет и там Иоанн пишет и листья дерева для исцеления народов эти слова нередко вызывают недоумение неужели в будущем веке будут болезни страдания и даже грехи от которых нужно будет исцеляться разумеется нет ибо ясно сказано ни плача ни вопли ни болезни уже не будет да и сразу после слов об исцелении народов Иоанн дальше пишет и ничего уже не будет проклятого стих 3 иные на основании этих слов заключают что и в будущем веке будет еще неравенство людей перед Богом некоторые будут мол жить в новом Иерусалиме и иметь полное блаженство а другие будут жить только лишь на новой земле и будут листьями древа жизни исцеляться от своего несовершенства и вообще многие сектанты создают сложные системы расселения праведников в вечности одни будут храмом Бога другие будут жить в новом Иерусалиме иные на новой земле все эти хитросплетения и мудрствования разумеется не имеют никакого основания в писании и являются следствием их чрезвычайно путаных и противоречивых учений мы уже видели что имея различную славу в вечности все тем не менее будут равны перед Богом все будут спасены Откровение 21 глава 24 стих Новый Иерусалим средоточие всей обновленной твари место престола Божия церковь вечности и нельзя говорить что одни будут жить в нем а другие вне вне города ясно сказано будут несовершенные спасения а псы и чародеи и любодеи и убийцы Откровение 22 глава 15 стих то есть все сыны гиены не вошедшие в город вообще не войдут в вечное блаженство а будут в гиене новая земля новое небо новый Иерусалим все это будет одинаково доступно всем достигшим небесного Ханаана все места вечности от новой земли до самого сокровенного до престола Божия будут доступны всем каждый будет иметь возможность пребывать везде слова об исцелении народов от листьев древа жизни Андрей Кесарийский объясняет как тончайшее превышающее и пресветлое разумение божественных судеб эти листья будут в исцелении неведения тех народов которые стоят низшими в делании добродетелей то есть здесь в этой земной жизни народы болеют неведением различными грехами и слабостями а также и буквально телесными болезнями и недугами от всего этого в будущем веке народ исцеляется через листья древа жизни если питание от плодов древа жизни будет всегдашним 12 раз в год новые плоды то исцеление листьями древа жизни будет одноразовым событием однажды однажды совершится это чтобы навечно исцелить народы от всех их телесных и душевных болезней с другой стороны в этой земной жизни под исцеляющими листьями древа жизни можно разуметь листья книги священного писания от которых бывает великое исцеление читающим Андрей Кисарийский дает еще другое значение древа жизни плодов и листьев он пишет река напаяет насажденных при ней святых названных древом жизни по образу древа жизни Христа этому особенно будет соответствовать мысль о том что деревьев было много но все они одного рода о таком блаженном муже пел святой Давид и будет он как дерево посажено при потоках вод который приносит плод свой во время свое и листь которого не вянет Псалом 1 3 стих святой Давид говорит здесь о тех же признаках святого человека древо при потоке воды плоды листья Андрей Кисарийский пишет так древо жизни 12 апостолов по причине их причастия истинного древа жизни плоды их суть принесшие стократный плод листья шестикратный народы тридцатикратный по разным плодам и слава будет разная то что древо в единственном числе говорит о единстве святых сопребывания и разумения так последней странице писания завершается учение его первых страниц о реке древе плодах и листьях рая изгнанные из рая возвращаются в него потерянные возмещаются старицей слава Богу Аллилуйя откровение 22 глава 3 стих и ничего уже не будет проклятого но престол Бога и Анса будет в нем и рабы его будут служить ему толкование об этом же пишет пророк Захария и будут жить в нем и проклятие не будет более но будет стоять Иерусалим безопасно Захария 14 глава 11 стих проклятием змея грехопадением Адама и Евы ознаменовали изгнание из рая упразднением всякого проклятия анафемы и всего проклятого ознаменуется начало вечности нового рая на страшном суде Господь скажет тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его Матфея 25 глава 41 стих Огонь Гиены вот конец всему проклятому там оно и будет в небесном же городе ничего уже не будет проклятого через грех Адама проклятие вошло во весь род человеческий через крест Христов оно упраздняется Христос истребив учением бывшее нас рукописание которое было против нас взял его от среды и пригвоздил ко Христу Колосино 2 глава 14 стих Склонись человек перед этим крестом и получи разрешение от клятвы тягочеще над тобой войди апостольскими вратами в город церкви где ничего уже нет проклятого Ныне церкви дан суд разрешать от клятвы анафемы и возлагать ее Матфея 18 глава 17 18 стих потому только в церкви освобождение от клятвы как жалкие поэтому все сектантские общества сулящие своим чадом разрешение от клятвы дать же его немогущие жалкое ослепление и заблуждение они как дети играющие во взрослых подражают тому что делается в церкви как дети песчаной кашей кормящей кукол ей же они питают своих чад они сами давно оказавшись вне города в области проклятой пытаются проклинать и отлучать неподчиняющиеся им избави нас Бог от такого да избавит Бог и всякого от анафемы церковной ибо что связано церковью на земле то будет связано и на небе а ничто проклято не войдет в небесный Иерусалим словам ничего уже не будет проклятого можно придать еще другое значение проклятие анафема отлучение сейчас люди от многого отлучены много им недоступно но ведомо и достижимо только Богу тогда же не будет ничего отлученного от людей они будут иметь свободный и совершенный доступ ко всему все проклятое и отлученное будет исторнуто из города в нем установится теснейшее общение Творца с прославляемой тварью престол Бога и анкция будет в нем и рабы его будут служить ему служение Богу смысл жизни человека вы обратились к Богу от идолов пишет апостол Павел чтобы служить Богу живому и истинному но если теперь служение Богу апостол присоединяет и второе наше назначение в жизни и ожидать с небес сына его 1 фессаллокийцем 1 глава 9-10 стих то там узрят лица его стих 4 там будет непосредственное и блаженное служение спасенных своему спасителю анкцу которого и узрят там тварь будет служить своему Творцу Богу видя его когда Адам был изнан из рая то вместе с проклятием получил назначение трудиться со скорбью и потом Бытие 3 глава 17-19 поэтому напрасны все попытки неверующих видеть в труде смысл и назначение жизни жить ради творческого труда ныне труд необходим и жизнь без него несмыслима но и он проклят а может ли в проклятом в скорбях и поте быть цель в Гефсиманском саду из уст божественного страдальца сорвалось душа моя скорбит смертельно Марка 14-й глава 34-й стих и в том барении был пот его как капли крови падающие на землю Лухи 22-й глава 44-й стих Гефсиманская скорбь и кровавый пот сняли проклятие скорби и пота с труда человека теперь в церкви Христовой человеку открываются блаженные и радостные поприща служения Богу истинная диакония а не призрачная мира сего неразумные представляют собой вечность как некое блаженное безделие как непрерывный отдых отдых и вкушение райских яблок такое понимание глубоко чуждо писанию и сокровенному чаянию христиан вечность это вечно блаженное и всерадостное служение Богу это труд освобожденный от проклятия сравни вставай проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов что может дать миру проклятием заклеменный раб кроме опять-таки проклятия и рабства грехов кроме последующего за этим вечного проклятия и рабства откровение 22 глава 4 стих и узрит лице его и имя его будет на челахе их толкование служащие Богу вечности узрят лицо его а лицезрение Бога смотрите толкование откровение 4 глава 2 стих это великая тайна не видя видеть невидимого интересно еще отметить что Ян пишет рабы его служить ему лице его имя его везде о нем говорится в единственном числе хотя это относится к Богу и Ангцу в этом указание на единосущие троицы я и отец одно Евангелие от Яна 10 глава 30 стих Бог и Агнец не два Бога а один лице которого его зрят праведные и имя его будет на челах их начертание имени Божия на челах святых мы не раз видели в апокалипсисе смотрим откровение 2 глава 17 стих откровение 3 глава 12 стих и откровение 14 глава 1 стих известно известно что ветхозаветный первосвященник носил на челе своем накидали золотую дощечку с надписью святыня господня исход 28 глава 36 по 38 стих такими Божия золотыми буквами начертывается на челе уме праведных на их ликах в их сердцах во всем их существе откровение 22 глава 5 стих и ночи не будет там и не будут иметь нужны ни в светильнике ни в свете солнечном ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков толкование первое отсутствие ночи второе исчезновение нужды в естественных светилах третье свет божества четвертое освящение им спасенных как Лиза собирает в фокусе лучей падающего на нее света так последние слова апокалиптического видения собирают воедино все лучи божественного света рассеянных в предыдущих словах тайнозрителя как заходящее на западе солнце бросает последний луч уходящему дню исчезает за горизонтом так и этими словами брошен последний луч в духоносные очи тайнозрителя с ними и гаснет последнее видение апокалипсиса последний раз воззрев на вечный свет тайнозритель еще раз добавляет о спасенных и будут царствовать во веки веков некогда архангел говорил возвестил Пречисто Деве что Христос будет царствовать над домом Якова во веки и царствую не будет конца Луки 1 глава 33 стих это всегда исповедует церковь в своем символе веры его же царствию не будет конца а праведный бог содел царями и священниками и будут они царствовать с ним во веки веков над чем будут царствовать святые вечности греха или лукавых сил уже не будет чтобы над ними царствовать но будет иное вечное царство славы бог сотворил человека венцом и владыкой мира однако через свое падение человек потерял это блаженное царство поработил всю тварь греху и страдания Христос освобождает вселенную от рабства греху и восстанавливает блаженное царство нового мира в котором человек вновь обретает свое изначальное назначение царя и владыки и это царство не будет нарушено ничем святые будут царствовать со Христом во веки веков ей аминь на этом закончилось последнее видение апокалипсиса стихи откровение 22 глава 6 по 21 представляет собой уже не апокалипсическое видение но послесловие Иоанна на земле находящего на острове Патмос рядом со своим учеником Прохором далее дается толкование только по Андрею Кисарийскому откровение 22 глава 6 стих и сказал мне сие слова верны и истины и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то чему надлежит быть скоре надлежит быть скоре толкование верны и истины потому что их произносит сама истина указав все виденное и изъясненное как бы через ангела теперь он говорит от своего лица если Бог пророков есть Христос пославший ангела своего показать рабам своим будущее через блаженного Яна созерцавшего это видение то очевидно лишь применительно к домостроительству апостол говорит впереди что откровение дано сыну ради плоти так как неужели Бог пророков который посылает ангелов в качестве служебных духов для открытия рабам своим будущего не знает ни дня ни часа кончины и только теперь узнает от Отца Он имеющий как Бог сокровище тайной премудрости и разума от лица его венгарист дальше говорит Откровение 22 глава 7 стих сей гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги сей толкования предлагает божественное повеление как бы от своего лица имеют обыкновение и другие пророки слова гряду скоро указывают или на краткость этой жизни в сравнении с будущей или же на внезапность и быстроту смерти которая как представление отсюда является концом для каждого и так как неизвестно в какой час приходит вор той и заповедан нам бодрствовать и иметь чресла припоясанными и светильники горящими Луки 12 глава 35 стих жизнью по Боге и светить ближним будем поэтому непрестанно сокрушенным сердцем умолять Бога избавить нас от гонителей чтобы когда они покорят нас ангелы принимающие души наши не взяли их неготовыми да не стурнет он подобно льву души моей терзая коронет избавляющего и спасающего Псалом 7 3 стих чтобы душа каждого опутанная узами земных дел и не выносящая разлучения с ними не возвратилась к ним напрасно и принужденные ангелам по Божию повелению оставить их не оплакала бы бесполезного время которым она пренебрегала но воспевая непрестанно петь с Давида спешил и немедлил соблюдать западе твоих Солом 118 60 стих услышим в награду за их исполнение слова Божии войди в радость Господина своего Матфея 25 глава 21 стих с ним подобает слава Отцу со Святым Духом честь и держава ныне и пресно и во веки веков аминь Откровение 22 глава 8 9 стих Я Иоанн видел и слышал сие когда же услышал и увидел палк ногам ангела показывающего мне сие чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай сего ибо я заслужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей Богу поклонись толкование это свойство апостольской души потому что как он сказал в Евангелии истинно есть свидетельство его Евангелия Тиана 19 глава 35 стих также и здесь по изложению виденого уверяет что он сам видел и слышал предсказанное показало и благословение ангела раскрывшего видение что он поклонение его не принял а благоразумно отнес и передал его владыке Откровение 22 глава 10 стих и сказал мне не запечатывать слов пророчества книги сей ибо время близко толкованием до сих пор он передавал слова ангела а теперь говорит от лица владыки Христа книга эта достойна для чтения верующих потому что она направляет читающих к истинной жизни указанием наказаний уготован грешникам и покоя обетованного святым Откровение 22 глава 11 12 стих неправильный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится правильный дотворит правду еще и святый да восхищается еще все гряду скоро и возмездим ее со мною чтобы воздать каждому по делам его толкование пусть никто не думает что он поощряет этими словами к неправде осквернению и обидам но указывая на свободу воли и сохраняя ее непринужденность он как бы говорит пусть каждый поступает по своему желанию я не принуждаю его и указывая что за каждым делом будет соответствующий ему конец Откровение 22 глава 13 стих я есть альфа и омега начало и конец первый и последний толкование альфа и омега означает что как поначалу нет ничего старейшего его так и власть его и божественную царство не будет конца и выше не раз говорено что Христос есть альфа и омега как первый по божеству и последний по человечеству Откровение 22 глава 14 стих блаженны те которые соблюдают заповеди его чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами толкование соблюдающие западе Божий воистину блаженны потому что они будут иметь власть во блаженной жизни упокоиться на древе жизни Христе Боге нашим насыщаться и услаждаться созрецанием его и этому тогда не в силах будет воспрепятствовать ничто лукавое вратами апостольскими то есть через их учения они войдут в вышний град дверью истинную Иван Гриотяна 10 глава 9 стих и не перелазят Инди Иван Гриотяна 10 глава 1 стих подобно наемникам пастырям а будут введены привратникам жизни Откровение 22 глава 15 стих а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и всякие любящие и делающие неправду толкование Псами называются здесь бесстыдные неверные и вообще злые делатели оплакиваемым апостолом а вместе с тем и возвратившиеся после крещения на свою блевотину за это они будут отчуждены от вышнего города наравне с убийцами прелюбодеями и идолопоклонниками Откровение 22 глава 16 стих Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах Я из корень и потомок Давида звезда светлая и утреннее толкование здесь свидетельствуется о достоинстве владыки посылающего ангела слово свидетельствовать употреблено вместе засвидетельствовать Христос корень Давида как Бог как пришедший от него есть род звезда утренняя единица Христос же воссиявший нам за утро тридневен и имеющий явиться святым после настоящей жизни в утро всеобщее воскресенье установит нескачаемый день Откровение 22 глава 17 стих И дух и невеста говорят прийди и слышавший да скажет прийди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром толкованием невеста церковь и обитающий в ней дух говорят в сердцах наших авва отче и призывают пришествие единородного сына Божия так же так же и всякий верующий слушающий учения молится Богу Отцу да приедет царствие твое Матфея 6 глава 10 стих жажда пятью жизней нужна для прочного обладания приобретенным особенно потому что дар подается не тем которые недостойны его величия хотя несколько и трудятся а приносящим благий разум разжженный более серебра и золота а так же и телесный труд Откровение 22 глава 18-19 стих и я так же свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит Бог язвы о которых написано книги сей если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том что написано в книге сей толкование страшное проклятие на извратителей божественного писания дерзкое безрасту стоих злонравия и самолюбия лишат лишат их благ будущего века и он предостерегает нас чтобы мы не претерпели того же для этого не прибавляли и не убавляли по словам писания почитали достовернейшими и славнейшими отеческих сочинений идеологических силогизмов потому что в них если находится что-либо несовообразное с истиной то обыкновенно прибегает к свидетельству автора этих сочинений но разницу величия знаменитых у нас и у них трудно даже представить в уме я думаю что она более чем между светом и тьмою откровение 22 глава 20 стих свидетельствующий сие говорит ей гряду скоро аминь ей гряди Господи Иисусе толкование апостол говорит и я свидетельствующий осем взываю к тебе жизни нашей иду и сам ты приди Господи но может быть слова свидетельствующие сказаны и от лица Христа то есть он говорит я свидетельствую и мы приду скоро а апостол отвечает гряди Господи Иисусе откровение 22 глава 21 стих благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами аминь толкование пришествие Христа желательно для святых как приносящее за собой множество наград поэтому и книга эта приводящая к блаженной кончине и покой читающих ее есть святая Бога вдохновенная теперь же мы вкратце изложим ее назначение сказанное о семи церквях научает нас терпению в бедах любви к добродетелю доброделанию и другим добродетелям узнаем также о храбрости и мужестве мучеников страшном наказании неверных плодоношении семени евангельского отпадения слабых и маловерных указываться на челоколюбие ангелов держащих евангелие и проповедующих его сущим на земле я прочитаю сейчас ты не отходи и далее приписка у нас тут связана златоуст у нас от того что нет никого совершенно здорового в вере возьми снять чтобы это лучше было но все больные один более одни более другие менее никто не в состоянии пособить лежащим так если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы и расстройства нашей жизни то не знаю каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас потому что мы идем такой дорогой как будто решились идти против заповеди его Иоанн Златоуст разве это не относится к сегодняшним дням а сказать ну никак нельзя об этом а вот теперь дальше я прочитаю или прочитай считай прохло вижу Новый завет с толкованием в трех книгах книга третья Барнаул Крестовозвиженская община 2003 год тираж тысячу экземпляров так это первое издание так а у нас второе издание вышло потом мы по нему прочитаем минуточку пока прочитай что тут дальше написано перекомпоновка текста Лапкин Игнать Киринович набор Иремонах Нафаил Судников сканирование Загуляев АС корректоры Добунов ИВ Добунова МГ Малютина РЮ Малютина КА компьютерная верстка Иремонах Нафаил Нафанаил Судников Так Но так как у нас теперь вышло второе издание нужно будет засчитать какие изменения Ну и так дальше по порядку считай Новый завет с толкованием в трех книгах Книга третья Барнаул Крестовозвиженская община 2010 год Перекомпоновка текста Лапкин Игнать Чехович Набор Иремонах Нафаил Судников Сканирование Загуляев АС Корректор Кубайкина ГАИ Нерубацкая Компьютерная Вёрстка Иремонах Нафанаил Судников Подготовка на фотовыводы Загуляев АВ Раскраска гравюр Густава Доре по Ветхому Завету Дебунов ИВ Раскраска гравюр Густава Доре по Новому Завету Унагаева ОВ Приходько НН Формат 60х84 Тираж 2000 Экземпляров Заказ Номер 3178 Отпечатано ВОАО Горно-Алтайская Типография Ну тут Цифры указаны 6 649 300 Республика Алтай Горно-Алтайск Проспект Коммунистический 35 Телефон 8 38 82 2 24 46 6 Все Вот мы Насчитали Насчитал Володя Здесь Будут Нарекания Считал Ошибался Где-то Но Если сравнивать С тем Что ничего Не было И что-то Есть То тут Ясно Что У нас Выигрыш Поэтому Если кто Понял Насколько Ценно Это Постарайтесь В интернете Если книгу Так не можете У нас Достать В интернете Они есть Я сейчас Покажу Где эти Книги И Перенасчитайте Снова Лучше Потому что Больше мы Не могли Ничего Сделать Больше Больше Этого У нас Нет Силы Никак Вот У нас Сайт Во свете Библии Православный Библейский Сайт А вот Здесь Все книги Издания И.Т. Лапкина Для скачивания Слева Вот Эти книги Кто-то Я сейчас Щелкнул Вот Сейчас Она Открывать Будет Так Несколько Секунд Вот Новый Завет И вот Первый Том Скачать Том Один Скачать Том 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 Три Новый Завет Вот Она Подказывает Феопилак Так В исправлении Литер Е На Ё В тех местах Где необходимо Это по второму Уже Открытым оком Тридцать Три Тома Вот Они Каждый Том Скачет К истинному Православию Для Слова Божия Нет Все Стихи Лапкина Пособие Для Учения Евангелия От Марка Я Говорю Здесь Что Написано Симфония На Жития Святых Симфония На Неканонические Книги Занятия В Потеряевке Так Беседы С сектантами О Воспитании Воспитателей Пособие Для беседы Верия С людьми Различных Убеждений Сборник Стихов Церковь Свобода Тюрьма Вот И Сборник Стихов Приготовленные У меня Уже Все С фотографиями Четыре Тома Моих Стихов По 800 Страниц Каждый Куплет Девять Каждое Стихотворение Девять Куплетов Четырехстрочных Тридцать Шесть Это Тридцать Шесть Строчек Девять Четыре Тридцать Шесть А Тридцать Шесть А у нас Сорок Две Строчки Только Помещаются И Впереди Каждого Вот Стихотворения Эпигра Взяты То есть Полностью Заняты Все Это Четыре Тома Но нам Наверное Никогда Не Издать Это требуется Сейчас По тысяче экземпляров Только Четыре Тома Миллион Двести Допустим Восемьдесят Тысяч Рублей Ясное дело Что Ну это Ничего Никак Нельзя Невозможно Издать Может кто-то Нашелся Б Посчитал Это Нужен А дальше У нас Тут написано Православный Форум Игнатия Лапкина Вот он Если Не воткнуть Вот здесь Вот Мы сразу Переходим На форум Православный Форум Вот он Тысяча Четыреста Это Мэйл.ру Мой мир В нем Я подсчитал Шесть тысяч Девятьсот Восемьдесят Одна фотография Наши все фотографии И Тысячу Сто тридцать Два ролика Но сейчас Уже побольше Вот Кроме того У нас открыт Православный Видеоканал Открытым оком Во свете Библии В ютуб Зайди Игнатий Лапкин Канал Три слова Запомни только Точно так же Искать Если Забудешь форум Игнатий Лапкин Сайт И она тебе выдаст Система эта Такая Вот Ну вот так В основном Почти все Я Показывал уже Неоднократно О том что Тысячелетнее царство Толкует неправильно Сегодня Правильное Толкование церкви Оно такое Христос воскрес Это начало Тысячелетнего царства Вот оно Сатана скован Как раз тут На Голгофе Это написано Том второй Открытым оком Четыреста Семидесятая страница Все Началось Тысячелетнее царство Которое продолжается Две тысячи лет И заканчивается Тем что Христос пришел На облаках Страшный суд Одновременно Здесь восхищение Церкви Одновременно Здесь всеобщее Воскресение Праведных и грешных Все это в одном Пункте Все это в одно время Перед этим Три с половиной года Антихрист Время скорби Сатана Освобожден На малое время Вот наш сайт Кристине Один народ Вот это толкование Мы приводим Семьдесят два Местописания Не противоречит Ни одному месту Библии Всякое другое Что тысячелетия царства Одни воскресны Другие нет А оно Просто надуманное Однодуманное И лживое Абсолютно Оно не от Бога От Бога То что По святой Библии Не противоречит Одно место другому Ну вот все Закончили мы сегодня 24 октября 2013 года Мы считали В городе Барнауле Здесь мы Ну вот как могли Так и Издали У нас уже Начитаны По толкованию Евангелие от Матфея С толкованием Полностью Библия Это вот здесь Вот звук и видео Вот я щелкну сейчас Звук и видео Вот она сейчас открывает Вот открыла Аудио Библия Начитана мною Полностью вся Библия Вот Повторно значит Архипелаг ГУЛАГ Творение Златоуста 12 томов Житие святых 12 книг Добротолюбие 5 книг Отец Григорий Диченко 4 книги Разные духовные материалы Вот Ну и все тут Что только тут нет Интервью Книги Вот Занятие по изучению Библии Потеряевка Вот Государственные документальные Фильмы Она снятая Занявший первое место На международном Киноконкурсе И второй фильм Первое место в России Занял Вот Пожалуйста Это мы показали Для того чтобы человек Который придет сюда Он знал Какое Серьезное Сокровище Ждет его Все на этом До свидания Если что Кому не понравилось Простите нас Нашу немощное Умение Мир всем приходящим на наш канал Ютуб Содержание Материалов Которые Здесь Находится Посвящено Одному Ого 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 КОНЕЦ КОНЕЦ